Самого экологически ответственного сотрудника и экологичное подразделение определили Валроса. В компании завершился конкурс «Эколидер-2021». Сотрудники экологического центра в течение года проверяли промышленные площадки и оценивали экологичность по пяти критериям. Охрана атмосферного воздуха, водных объектов, почвы и растительности, обращение с отходами производства, а также взаимодействие с сотрудниками экологического центра компании. В итоге самым экологичным подразделением алмазной компании стало Мернинское авиапредприятие. Среди сотрудников победил тоже МАП. Помимо основной работы стремились сделать подразделение более экологичным. Конкурс «Эколидер» показывает положительную динамику работы подразделений по экологической безопасности. Если в 2019 году самый низкий балл по критериям был 3,25, то в этом году это 4,01. Сотрудники экологического центра, группы производственного экологического контроля, ходили как раз, проверяли площадки на их соответствие. Это, конечно, первый блок и основной – это соблюдение в части обращения с опасными отходами. Чтобы площадки были чистыми, чтобы, если проявлена какая-то дополнительная инициатива в виде окрашивания, либо маркировки контейнеров, наведение порядка на площадках – это все отмечалось как дополнительными баллами.